Развитие технологического прогресса приводит не только к появлению новых профессий, но также к исчезновению старых профессий. И многих волнует вопрос, а чем же будут заниматься все те люди, чей труд в ближайшем будущем заменят роботы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давным-давно вся ткань, вся материя производилась вручную. И в 1831 году в городе Леоне ткачи подняли мятеж. Они подняли черные знамена, на которых было написано «работа» или «смерть». То есть люди, которые из поколения в поколение занимались производством ткани, лишились своих рабочих мест из-за появления фабрик, которые стали производить материю куда быстрее, куда эффективнее и куда дешевле, чем люди. И сейчас, почти что 200 лет спустя, люди не только перестали производить ткань, но еще никто не переживает, что такая профессия, как ткач, исчезла. В ближайшее время из-за развития технологического прогресса водители, бухгалтера, большинство офисных работников перестанут быть востребованы. Нам просто не нужны будут эти профессии, так как роботы, боты и искусственный интеллект будет выполнять эту работу куда лучше, куда эффективнее и с меньшей затратой ресурсов. Как и в чем все это огромное количество людей сможет себя найти? Как мы можем помочь этим людям пережить цифровую трансформацию? Если мы посмотрим на устройства различных корпораций, то мы увидим, что сверху находится совет директоров, которые, по сути, занимаются какой-то высококогнитивной метафизикой. О чем говорит совет директоров? Нам надо сделать нашу компанию лидером. Нам надо закрыть потребности людей и вывести наш продукт на новый уровень. Но все это чистая метафизика, но очень высококогнитивная. Робот такого делать не может. Если мы посмотрим на строение таких компаний и корпораций все ниже и ниже и ниже, то мы увидим, что на самых низких уровнях какие-то огромные грузовики перевозят песок из одного места в другое место. Все для того, чтобы продукт вышел на новый уровень. И, конечно же, роботы и искусственный интеллект будут вытеснять сначала профессии, которые находятся на нижнем уровне. Потому что высшие уровни, высококогнитивные уровни, человек оставит за самим собой. Ну и еще такой момент. Достаточно сложно сделать робота, который бы занимался высококогнитивной деятельностью. Творчество является пиком когнитивной деятельности. И именно в творчестве найдут себя все те, кто станет невостребованным из-за роста технологий. То есть все водители, бухгалтера и большинство офисных работников будут заниматься творчеством. Именно из-за этого мы возлагаем такие большие надежды на NFT. Ну просто посмотрите вокруг, чем занимаются люди. Здесь вокруг тату-шопы, какие-то галереи. Люди занимаются творчеством. И именно творчество это то, что движет людьми. На данный момент в крипте в основном программисты и экономисты. И это порядка 200 миллионов людей. Все население планеты Земля порядка 8 миллиардов. И очень скоро огромное количество людей хлынет в крипту для того, чтобы реализовать свои творческие потенциалы. Для того, чтобы огромное количество людей реализовало свои творческие потенциалы, нужна не одна платформа и не две платформы. Нужно огромное количество различных платформ, которые будут позволять людям, которые до этого ни разу не встречались с криптой, легко создавать NFT и легко продавать эти NFT. Несмотря на то, что уже существует достаточно большое количество NFT-платформ, они не могут отвечать потребностям всех создателей, так как создатели это что-то очень разнообразное. И разным создателям нужны платформы с различным функционалом, так как кто-то создает картинки, кто-то создает видео, кто-то создает музыку, а кто-то создает текст. И одна платформа не в состоянии удовлетворить потребности всех создателей. Более того, каждый из создателей имеет свое личное представление о том, как они будут распространять свой контент, как они будут его продавать или обменивать. Также немаловажным является аспект монетизации творчества. Как и за что создатель сможет продать свою NFT? Будет ли это фиат или будет это криптовалюта? А если криптовалюта, то какая криптовалюта? Все эти вопросы появились не сегодня. Но самое главное, что начали появляться решения этих вопросов. Экосистема Космос не перестает нас радовать решениями по всем направлениям. И NFT-платформы тут не исключение. Вслед за появлением NFT-платформы Stargaze на просторы космоса выходят такие платформы, как OmniFlex Network и AssetMantle. Но именно об AssetMantle мы хотим поговорить сегодня более подробно. Почему же AssetMantle заинтересовал так наше внимание? Потому что это платформа, которая позволяет создавать платформы для креаторов. То есть, если вы являетесь создателем какого-либо контента, будь то видео, аудио, текст или даже игры, то вы можете создать платформу, которая подойдет именно под ваш контент. Платформа AssetMantle обладает реальным духом децентрализации из-за того, что каждый создатель может создать на этой платформе свой магазинчик. Точно так же, как разработчики могут использовать модули Космос СДК, чтобы быстро создавать свои блокчейны и децентрализованные приложения, также создатели контента могут использовать платформу AssetMantle, чтобы создавать из блоков свой собственный магазинчик для продажи своих NFT. Это значит, что любой создатель NFT или игр может взять уже готовые модули и создать свою собственную платформу. Например, вы хотите принимать фиат. Будет готовый модуль для принятия фиата. Или вы хотите принимать крипту. Будет готовый модуль для принятия крипты. Например, вы планируете размещать видео на своей платформе. Есть модуль для размещения видео. Или вы хотите размещать картинки на своей платформе. Не вопрос, есть модуль для размещения картинок. AssetMantle – это что-то вроде конструктора для того, чтобы каждый из креаторов мог создать себе свой собственный магазинчик, свою собственную платформу для NFT. Кроме всего прочего, основная команда AssetMantle является крайне коммуникабельными людьми. Они постоянно общаются с сообществом и с креаторами. И если вы хотите что-либо создать, то у вас всегда есть возможность попросить грант на разработку вашей игры или на создание вашей платформы. То есть, если вы что-либо создаете, не стесняйтесь обратиться к команде AssetMantle, и они дадут вам ресурс для реализации вашей идеи. Вы наконец-то сможете покинуть ту профессию, которая станет скоро невостребованной, и реализовать свои творческие потенциалы, чтобы быть востребованным в новой цифровой парадигме. Ну, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы быть в курсе, какие новые NFT-платформы появляются и как вы можете реализовать себя в новой цифровой парадигме. А я пока пойду и начну создавать свою собственную платформу по торговле NFT. Субтитры создавал DimaTorzok